Всем здарова, друзья! С вами Рамзаплей, и сегодня покажу вам всех топ-метовых игроков на защитные позиции FIFA 22. При выборе я буду исходить от характеристик карточки и способностей карточки клинку. Что ж, а перед просмотром видео обязательно ставьте лайки, пишите ваши комментарии и подписывайтесь на канал. Всем приятного просмотра! Погнали! Итак, друзья, любая оборона у нас начинается с вратаря, и здесь я выделил топ-5 вратарей, на мой взгляд, в этой игре. Конечно же, я не мог обойти стороной 83-ю карту Ника Полпа, да, вы скажете, у него не самые лучшие характеристики, но я-то помню, что в FIFA 21 этот вратарь был, на мой взгляд, самым метовым в игре, 199 сантиметров рост. В талантах есть сейвы ногами и открывания под навесы, но в 21-й FIFA они были еще хуже, а Полп тащил просто божественно. На трансферном рынке в данный момент карта идет в районе 2500 монет, поэтому шикарный бюджетный вариант вам состав. Итак, друзья, следующий вариант у нас тоже из АПЛ, это 89-й Алисен Бейкер, мне уже удалось за него поиграть в драфтах, причем не один раз. Тоже хороший рост, 191 сантиметр, очень хорошая позиционная игра, крутые рефлексы, что очень актуально, потому что, как я уже говорил, очень много ударов из-за предела штрафной сейчас летят, поэтому для кипера важно иметь такие параметры. Ну и в целом довольно-таки приличная игра руками, игра ногами, нырки тоже на месте, параметры топовые, я бы сказал. По талантам выхода из ворот и дальний бросок у нас здесь. Цены на рынке на него сейчас в районе 50-55 тысяч монет. Вратарь, конечно, не самый дешевый, но однозначно топ усиления ваш состав. Итак, друзья, следующий на очереди у нас 90-й Мануэль Нойер, безусловно, лучший вратарь Бундеслиги, 193 сантиметра роста, целых 4 звезды на слабой ноге, здесь куча талантов, у него здесь и лидерство, и дальний бросок, и выходы из ворот, и открывается на навес. Очень крутая позиционная игра и рефлексы, лучшая игра ногами во всей FIFA. Ну что говорить, Мануэль Нойер это топ уже который год, поэтому, друзья, думаю, много здесь говорить не нужно. Трансферная стоимость Нойера сейчас в районе 50 тысяч, я бы сказал от 45 до 50, поэтому также топ-вариант ваш состав. Итак, друзья, следующим выбором будет, на мой взгляд, лучшая вратарская карточка в Ла Лиге, 89-й Тибо Куртуа. Целых 199 сантиметров у него рост, и бомбические параметры, очень крутые рефлексы, нырки, игра руками, позиционка. Да, немного здесь хромает игра ногами, но то, что Тибо Куртуа будет тащить очень много мячей, это 100%. В талантах у него здесь идет дальний бросок и открывание на навесы. В районе 30 тысяч монет сейчас эта карточка на трансферном рынке, довольно-таки недорого, если сравнивать с тем же Алисоном. Поэтому, друзья, если вы тем более хотите испанскую защиту, а там, скорее всего, будет у вас Милитао, то Куртуа будет, наверное, лучшим выбором. Ну и последняя вратарская карточка у нас здесь, 89-й Джанулджи Донорума. Очень круто он прибавил по сравнению с предыдущей Фифой, 196 сантиметров роста. И помимо этого, бомбезные характеристики на каждом из параметров. По талантам выхода из ворот и открывания по навесам у него здесь идут. Очень немного сейчас таких карточек на рынке, я так понимаю, что дешевле 60 тысяч монет его сейчас не взять. Ну что ж, друзья, с вратарями мы разобрались, давайте переходить к левым защитникам. Итак, друзья, вот такие 5 вариантов я для вас подобрал. И самая метовая карточка на ЛЗ в данный момент в игре это Ферлан Минди. Вы посмотрите, у него 4 на финтах, 5 на слабой ноге, высокие ворк рейты. Ну и по параметрам здесь 92 пейс, 78 защиты, 84 физ духа. В принципе, все на месте, даже пас неплохой, 76 у него здесь идет. И, безусловно, это сейчас сильнейший левый защитник в игре. 130 тысяч монет сейчас на трансферном рынке стоит Ферлан Минди. И, помимо того, что это лучшая карта на своей позиции в игре, так она еще и самая дорогая. Итак, друзья, следующий выбор у нас здесь будет 84 карта Тео Эрнандеса. Очень хорошо пробустилась данная карта по сравнению с FIFA 21. Здесь у нас высокие средние ворк рейты, 93 пейс, что очень важно. Неплохие защитные параметры и хорошая физ духа, 82 у него здесь идет. Тоже хорошие передачи, 76 для защитника, поэтому все при нем. Плюс французский флаг, который позволяет линковать его с игроками из других лиг. И, на мой взгляд, Тео Эрнандес топ-2 сейчас в игре на своей позиции. На рынке сейчас Тео Эрнандес идет в районе 70 тысяч монет. Практически в два раза он дешевле, чем Ферлан Минди. Ну и следующим моим выбором будет многими списанный со счетов 86-й Жорди Альба. Здесь у нас 86-я карточка, высокие средние ворк рейты, да, не очень хорошая физ духа, но при этом защитные показатели довольно-таки неплохие, 77. Очень крутые передачи для игрока его позиции, 81 здесь идут и 86 пейс. Всего 11-12 тысяч сейчас стоимость на трассе на рынке Жорди Альба. Если у вас не хватает монет на Ферлан Минди, то можно смело пользоваться данной карточкой и не париться. Следующим моим выбором стала 77-я карточка Жерома Русилона из немецкой лиги. Из плюсов здесь французский флаг, плюс у него очень хорошая моделька, я играл и в драфтах, мне он очень понравился. Хороший пейс 88, да, защита и физика на бумаге 73, это, конечно, не самый высокий показатель, но опять же в игре, благодаря его модельке, он не очень зашел и, в принципе, в отборах действовал достаточно жестко. Плюс высокие средние ворк рейты, тоже очень хорошо. На рынке сейчас он идет в районе 10 тысяч монет, поэтому тоже бюджетный вариант, хорошо линкуемый и, в принципе, данная карточка не будет вас подводить в составе, можно смело брать. Итак, друзья, последняя ЛЗшная карточка, которую здесь осталось разобрать, это 82-й Альфонсо Дэвис. На мой взгляд, топ-3 ЛЗшников в игре и лучший ЛЗшник в Бундеслиге. Да, здесь у него низкие ворк рейты в защите, но, в принципе, если ставить указание оставаться сзади при атаке, это не должно сильно сказываться. 96 пейс, лютейший просто, по 75 защита и физика, что тоже очень хорошо. 4-4 по звездам для защитника, это отличный вариант. Ну и, как я уже говорил, кроме ворк рейта, здесь у него слабых мест нет. В районе 70 тысяч монет сейчас на трансферном рынке идет данная карта, это самый дорогой ЛЗшник в Бундеслиге. Так, друзья, следующий на очереди у нас ПЗшники, но давайте начнем с 79-й карточки Мбабу из немецкой лиги. Очень много у кого он уже в составе, здесь высокие и средние ворк рейты, очень крутая моделька у него, довольно-таки плотненькая. 88 пейса, 80 физухи, 74 защиты, в принципе, на мой взгляд, это сейчас лучший ПЗшник в немецкой Бундеслиге и один из лучших, безусловно, в игре. Для 79-й карточки здесь довольно-таки нехилая цена на рынке, в районе 24 тысяч монет, но, в принципе, я думаю, она того стоит. Итак, следующая карта на обзоре, 83-й Аарон Ван Бисака. Второй год подряд уже его карточка очень активно юзается в начале игры. Здесь у нас 85 пейса, хорошие защитные показатели, 81 и 75 физуха. Средние и высокие ворк рейты, в защите он отрабатывает по максимуму. Четверка здесь на финтах и двойка на слабой ноге, но, в принципе, слабая нога для ПЗшника, наверное, особого значения не имеет. 183 сантиметра роста здесь у нас. Тоже карточка очень достойная и также, как и Мбабу, стоит сейчас в районе 25 тысяч монет. Итак, следующая карточка у нас из чемпионата Франции. Это 85-й Ашраф Хакими. Уже сейчас очень многие называют эту карту метовой. Высокие и средние ворк рейты. Очень круто, он подключается к атаке. 3-4 на финтах и слабой ноге, в принципе, довольно-таки базовые показатели. В целом, карточка довольно-таки крутая, я думаю, многим будет интересно ее затестить. Скупили сейчас все карточки Хакими на рынке и на ПК, и на Эксбоксе, и на ПС. Но, когда он был, он стоил в районе 120 тысяч монет, то есть карточка явно не из дешевых. Итак, друзья, следующий топовый защитник из АПЛ это Кайл Уокер, 85-я карточка. Его параметры практически не поменялись по сравнению с предыдущей Фифой. Здесь у нас высокие ворк рейты и в атаке, и в защите, то есть отрабатывать он будет по максимуму на всех участках поля. Здесь у нас и бейс 92, и защита 80, и физуха 82. Но я думаю, про эту карту много рассказывать не стоит, потому что она особо не поменялась по сравнению с предыдущей частью. Поэтому Кайл Уокер остается топовым вариантом на ПЗ. На трансценном рынке сейчас его стоимость колеблется в районе 90-95 тысяч монет. И последний выбор на ПЗ, друзья, это Канцелу, также игрок Манчестер Сити, 86-я карточка. Апгрейднулся он по сравнению с предыдущим сезоном. Здесь у нас высокие средние ворк рейты, 4 на финтах и 4 на слабой ноге. В принципе, Жуау Канцелу очень круто может отрабатывать в атаке. У него прекрасные передачи, есть какой-никакой удар. При этом по защите и физухе также он особо не проседает. 85 пейс здесь идет. В принципе, для Фифы 22 этот пейс нормальный. На трансценном рынке его цена сейчас идет в районе 35-36 тысяч монет. Ну и, друзья, теперь переходим к самому главному, к ЦЗшникам. Ну и здесь, как вы понимаете, 5 игроками выбор не обойдется. Очень много крутых ЦЗшников EA Sports нам предоставило в этом году. Итак, давайте начинать с самой метовой пары ЦЗшников в игре. Это, безусловно, Ван Дайк и Варан. Ван Дайку несколько прибавили скорость по сравнению с предыдущей Фифой, но общий рейтинг на 1 у него снизился. При этом я поиграл за Ван Дайка в драфтах, и это абсолютный просто бист. Просто непрекословно, наверное, один из лучших ЦЗшников в игре. Следующим идет у нас Рафаэль Варан 86. Здесь по параметрам ничего не изменилось по сравнению с предыдущей Фифой. Хороший пейс, очень крутые показатели в защите и физуха. Стоит отметить средний и высокий воркрейт, и Варан также остается метовым защитником в игре. Стоимость такой парочки ЦЗ у вас сейчас составит в районе 550 тысяч монет, но оно и неудивительно, это два лучших ЦЗ в игре. Итак, теперь давайте взглянем на третий выбор из ЭПЛ. Это Джо Гомес, 82 карта. Тоже очень качественный защитник, 45 тысяч монет стоит. Хороший пейс, хорошая защита, неплохая физуха здесь идет. Средний воркрейт, и что в атаке, что в защите. Гомес вас также не разочарует определенно, свои деньги он отработает. Итак, с ЭПЛК разобрались, теперь давайте переходить на французскую лигу. И здесь у нас с вами троица из ПСЖ. И лучший защитник из Франции в данный момент, на мой взгляд, это 87 Маркиниус. Очень сбалансированная карта, 81 пейс, 89 защита, 81 физика, средние и высокие воркрейты. В общем, карточка очень крутая, сейчас стоит в районе 100 тысяч монет. Поэтому, если вы собираете французскую лигу, или он просто вам по флагу заходит, обязательно берите, не пожалеете за свою цену. Ну и в пару к нему, для зеленого линка у нас есть два варианта. Есть Ким ПМБ 83, который тоже очень хорошо прибавил по сравнению с предыдущей ФИФой. 81 пейс, у него 83 защита, очень хорошая физдуха 86, средние и высокие, также воркрейты и 190 сантиметров роста. На рынке карточка сейчас редкая, стоимость в районе 45 тысяч монет. Ну и также не стоит, конечно, списывать новичка PSG, Серхио Рамоса. Несмотря на его низкий пейс, всего 70, у него очень крутая моделька в этой игре, очень хорошие защитные показатели, очень хорошая физуха. Честно говоря, я уже несколько раз на него попадался, и мне было очень неприятно против него играть. Высокие и средние здесь воркрейты идут, то есть он очень хорошо подключается к атаке, когда нужно. Так что, друзья, призываю из-за пейса Рамоса со счетов не списывать, и попробуйте его, если будет такая возможность. На рынке, тем более, сейчас он идет совсем недорого, всего в районе 20 тысяч монет. Итак, друзья, теперь давайте переходить к немецкой лиге. Здесь у нас самая популярная карточка в игре, цзшная в данный момент, это Лакруа 79. Очень хороший пейс, 88 здесь идет, 80 с защитой и 77 физика, 190 сантиметров роста, средние и высокие воркрейты. Ну и в данный момент это, наверное, лучший выбор и самый популярный выбор в Бундеслиге. На трансферном рынке карточка сейчас идет в районе 40 тысяч монет. И следующий выбор у нас идет, 80 карточка Клостермана, довольно-таки бюджетный вариант, 85 пейс, 82 защита и 77 физика. Средние здесь воркрейты идут и 187 сантиметров роста. Карточка сейчас стоит в районе 10-12 тысяч монет, поэтому если вы собираете недорогой состав, то Клостерман отлично залетит к вам. Ну и последний вариант из Германии, бюджетная карточка Сент-Жуста 76, 91 пейс здесь идет, 78 защита и 73 физика, высокие и средние воркрейты. Главное преимущество данной карточки, безусловно, подвижность и скорость. Ну и последний вариант цз на сегодня, 82 Эдер Мелитау, на мой взгляд, метовая карта в этой игре. 83 пейс здесь идет, 83 защита и 82 физика. Безусловно, лучшая карта в Испанской лиге и одна из лучших в игре. 186 сантиметров роста, средние воркрейты здесь идут. На трансферном рынке сейчас он идет в районе 50 тысяч монет, а бразильский флаг позволяет линковать его не только с игроками из Ла Лиги. Ну что ж, друзья, вот такие варианты я сегодня вам смог предложить в защитную линию. Если вы хотите еще увидеть такие обзоры, только уже на полузащиту и атаку, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч!